Честно, если бы я, ни с кем не советоваясь, покупала, я бы купила вот ту черненькую модель. Учитывая, что разница лишь в сенсоре и количестве готовых запрограммированных программ, нужно просто, знаете, это как стиральная машинка, да, у которой есть куча-куча программ, но, как правило, мы стираем на одной. Здесь абсолютно то же самое. Я очень надеюсь, что это видео вы будете смотреть не голодными, потому что вас ждут умопомрачительные блюда, приготовленные на гриле. Можно готовить как просто стейки и кушать их как отдельное блюдо. Можно готовить мясо и делать из него теплые салаты. Можно готовить абсолютно любые овощи, абсолютно любую рыбу, птицу, да и вообще тут ограничения лишь только вашей фантазии. Если все получится, то это просто полная замена обычной сковороды. Короче, ретамент, ребят, это замороженные котлетки. Я включила функцию сосиски. Всем привет! Сегодня хочу рассказать о суперпокупке. Суперпокупке это вот такой оптигриль от Tefal. Это последняя модель, это новинка. Она называется, здесь вот снизу написано, 750D30. Супер штука с сенсорным управлением. Имеет 12 программ. Попозже я покажу. Мы уже очень много попробовали, что приготовить и прям в восторге. Также существует вторая модель, которая называется точно так же, только XL, да, то есть он больше, он немножечко длиннее. Но на самом деле этот гриль тоже не маленький. Я вам сейчас покажу. Вот такой гриль, он достаточно массивный и тяжелый. Ну, чтобы вы понимали, гриль, который XL, он будет вот так вот подлиннее, буквально, наверное, сантиметров максимум на 10. Но этот, поверьте, он не маленький. Здесь умещается по 4 стейка. Если стейки толстые, конечно, лучше их жарить по одному. Но если они имеют небольшую толщину, то смело можно класть 3-4 стейка. Стейки готовятся буквально за пару минут. Получаются сочными и очень вкусными. По своим вкусовым качествам напоминают как шашлык, как вот реально мясо на костре. Мы пробовали уже готовить и овощи, помидоры, перцы, кабачки, баклажаны, картофель. Мы жарим хлебушек с утра, мы делаем горячие бутерброды. То есть это такая штука, палочка-выручалочка, которая очень быстро и вкусно готовит. При этом это все без масла, это очень все полезно. Ну, практически ПП. Конечно, ПП это у нас, если мы отвалим или на пару приготовим. Но здесь тоже есть свои плюсы. И главное, все, что мы здесь готовим, вот не было такого, чтобы ужин остался где-то убранным. Съедается все моментально. Эта покупка не спонтанная. Я люблю полезные подарки и у мужа скорость рождения. Я ему рассказала, что я ему хочу подарить, и он, естественно, сказал, давай-давай, уже сразу купим. Ну, то есть мы не стали ждать месяц и купили этот чудо-гриль уже. Прошла неделя, мы его уже успели попробовать во многих функциях. Честно, супер. Сейчас я вам хочу рассказать немножечко о ценовой политике. На основании цен одного известного видеомагазина на букву М, собственно, туда мы и пришли, чтобы ознакомиться с ассортиментом, поговорить с менеджерами, да, чтобы определиться, какой гриль выбрать. Потому что я вообще хотела купить совсем другую модель. И сейчас я вам расскажу плюсы и минусы каждой. Ну, начну с того, конечно, с цены, да. Напомню, данная модель называется 750D30. Это обычный стандартный гриль. Он идет с сенсорным управлением. У него 12 программ. Есть точно такая же модель, но XL. И у него уже идет 16 программ. На самом деле в любом гриле есть еще ручное управление. И многие вещи мы готовим тоже на ручном управлении. Просто, знаете, это как стиральная машинка, да, у которой есть куча-куча программ. Но, как правило, мы стираем на одной. Здесь абсолютно то же самое. Поэтому по цене обычный стоит, так же в данном магазине, на который я сейчас ориентируюсь, 25 тысяч XL 35. Разница лишь в том, что он чуть-чуть больше и в нем чуть-чуть побольше программ. Опять же, не факт, что вы ими будете пользоваться. И повторюсь, что любую программу можно самим настроить методом проб, да, устанавливая просто температуру. И открывая крышечку и поглядывая, сколько это все готовится, мне кажется, без проблем можно приготовить любое блюдо. Даже с меньшим количеством программ. Так, но есть еще модель, которую я хотела купить. Она называется 712 834. И есть еще модель 712 D34. Разница этих двух моделей лишь в цвете. Первая черная, другая точно такая же серебристо-черная. И данные модели, они, ну, да, более устаревшие. И отличаются от данных моделей уже тем, что у них не сенсорное управление. Все. И меньшее количество программ. Все. У них вот здесь вот кнопочки, кажется, 6 программ. Стейки, овощи, хлеб, рыба. Ну, в общем, еще какие-то. По сути, знаете, на 750 D30 много программ. И тут вот разделено помидоры, баклажаны, кабачки. Ну, вот для меня это одно. Это можно все готовить на одной программе. Здесь просто расписали, да, может быть, там отличается буквально на 5-10 градусов. И временной промежуток немножечко поменьше. Вот и вся разница. Но в цене черная модель 712-834 стоит 15 тысяч. А 712-D34, которая серебристая, стоит 11-12 тысяч. То есть вообще я склонялась именно к черной модели. И мне казалось, что черная будет как-то посимпатичнее смотреться в нашем интерьере. Но муж сказал, нет, надо покупать напинку. В данном магазине на букву М мы не стали приобретать. Мы, естественно, погуглили, да, и нашли прекрасную цену. Данный гриль мы купили за 17 тысяч рублей. То есть за эту цену мы купили более устаревшую модель, но в черном цвете в магазине видео. Те, кто любит действительно качественно прожаренное мясо, здесь какой плюс? Вот если посмотреть на гриль сбоку, то он под небольшим наклончиком, да. Здесь есть также вот такой поддончик с юмой. Он вынимается, сюда стекает весь жирок. То есть когда мы готовим, вот покажу. Ну, вот он стоит вот так, видите, наклончик. И все стекает, все капельки лишние. То есть мясо действительно очень хорошо прожаривается. Оно не варится в собственном соку, как это в сковороде, в обычной. И даже в сковороде, которая точно такими же вот ребрышками, да, все равно там никуда не девается. Это испаряется, и мясо получается жарено-вареным. А здесь, поскольку температура сразу нужная, стейк быстро, моментально вообще запечатывается. И он получается пожаристый, сочный, мягкий, просто шикарно. Кстати, здесь программа говядина. Но мы готовили на ней и свинину. Прекрасно. Просто, да, открывая крышечку и поглядывая, какая там стадия. Шикарно. Так что наши эксперименты еще продолжаются, но покупкой мы очень довольны. Ну, собственно, и вот они, основные тезисы, да, в чем различие всех четырех моделей. Решать вам. Я думаю, что в первую очередь, учитывая, что разница лишь в сенсоре и количестве готовых запрограммированных программ, нужно ориентироваться на цену. Поэтому, честно, если бы я ни с кем не советоваясь покупала, я бы купила вот ту черненькую модель 712-734. И я думаю, что я была не менее бы довольна. Но если вы также, как и мой муж, хотите покупать исключительно новинки, не видите смысла покупать более устаревшие модели, то, конечно, берите либо стандартную модель 750-D34, либо гриль-иксель 760-D34. Это уже абсолютно на ваше усмотрение и на ваш кошелек. Поэтому, всем приятного аппетита! Всем вкусных стейков! Полезных приемов пищи! Я надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Если остались какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал! Ну, чего тянуть, давайте попробуем что-нибудь на нем приготовить. Для начала включим его и ознакомимся с различными режимами. Говядина, бургер, сосиски, сэндвич, рыба, птица, морепродукты, бекон, картофель, перец, бакалажан, помидор. Ну и, конечно, ручной режим. Я сейчас буду готовить говядину и покажу вам, какая она в итоге получится. После того, как мы выбрали нужный режим, мы его включаем и производится разогрев примерно 5-7 минут. В это время я хочу подготовить стейки. Ничего особенного я с ними не делаю. Просто добавляю соль и перец. Все манипуляции можно легко проделать за то время, пока гриль разогревается. Повторюсь, это около 5-7 минут в зависимости от режима. Когда он нагрелся, то вы услышите звуковой сигнал. Он свидетельствует о том, что можно начинать приготовление. У меня стейки достаточно толстые. Сейчас гриль измерит толщину куска. Это быстро происходит. Буквально секунд 30. После чего начинается само приготовление. Еще одно отличие от данной модели, что оно показывает время, через которое будет достигнута определенная степень готовности. Вы можете в начале приготовления посмотреть, через сколько, какая стадия наступит. Гриль будет оповещать нас о том, что наступила очередная новая стадия прожарки. Но при этом он не останавливает работу, а продолжает дальше жарить. Как я и говорила, весь лишний жир стекает в поддон, и мясо именно жарится, а не варится. Сейчас звучит звуковой сигнал. Я сделала среднюю прожарку. Посмотрите, какие шикарные получились вкусные золотистые стейки. Несмотря на то, что они были у меня толщиной почти 4 сантиметра, все прекрасно приготовилось. Сейчас будем разрезать. Вот такой горяченький, красивый, сочный. Посмотрите, сок просто течет. Прожарка действительно средняя. Сейчас мы все это красиво оформим. И можно приступать к вкусному и полезному ужину. Я надеюсь, что это видео не увидят вегетарианцы, веганы, потому что, мне кажется, им просто станет очень плохо от этого видео. Но любителям мяса, мне кажется, слюнки текут. Очень жаль, что камера не передает аромат, потому что он просто потрясающий. Ну и вот так выглядит гриль после приготовления. Панели снимаются. Их можно поместить как в посудомоечную машину, так и помыть ручным способом. Также мы готовили вот такие вот обычные бутербродики. Как видите, они обжариваются с двух сторон. Мы готовили их прям сразу вместе. Хлеб с колбасой. Но можно также по отдельности обжарить хлебушек. Он так получается более вкусный, поджаристый. Мне такой вариант нравится больше. Также отдельно, конечно, поджарить можно ветчину или колбаску. Такая получается картошечка. И самое мое любимое, перец. Я обожаю. И цукини. Посмотрите, какой течет сок. Кстати, это готовится свинина. Она пожарилась буквально за 2 минуты. И обратите внимание на программу, которая называется «Сосички». Но она больше подходит для купатов. Я уже закончила монтаж видео и хотела уже выкладывать его для просмотра. Но ко мне пришла гениальная идея. Я решила, что я просто не могу выложить это видео, не опробовав еще одну функцию. На любом оптигриле есть функция разморозки. И я решила ее попробовать. Тем более у меня есть всегда заготовки. Это замороженные котлетки. Я включила функцию сосиски. Это имеется в виду все-таки купаты. Потому что время приготовления ставится в районе 25-30 минут. Но сами понимаете, какие сосиски, которые пока будут готовиться. Они просто превратятся в уголечки, мне кажется. Итак, давайте посмотрим. Кварчит, ручит. Ну, вот такие вот котлетосы получаются. Еще остается, Дарья, 25 минут. Посмотрим. Может быть, я вытащу их чуть-чуть пораньше. Посмотрим, как получилось. Если все получится, то это просто полная замена обычной сковороды. Короче, рекоменд, ребят. Прошло всего 8 минут. Но мне кажется, что котлетки уже вполне готовы. Я буду их уже вынимать. В следующий раз я хочу попробовать режим бургера. Мне кажется, он более подойдет для котлет. За 8 минут котлета приготовилась полностью. Я думаю, что можно было вынимать уже через 5 минут. С учетом того, что это была замороженная продукция.